Всем привет! Вы на канале Байл Блог. Сейчас в Сорер идет негативный тренд, то есть рынок падает. А это означает только то, что в 2023 году открываются новые возможности для заработка в проекте. Как раз про них я вам сегодня и расскажу про те стратегии, которые будут работать в этом году. Если вы готовы, тогда давайте начинать! Сейчас идет большой тренд вниз в Сорер, а я о нем как раз-таки говорил в своем телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, то советую подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет внизу в описании. Итак, первая стратегия, которая может принести вам большой доход, это долларовая разница. То есть я об этом раньше в предыдущих видео не говорил, то сейчас на долларах можно хорошо заработать. То есть сделать, вложить их в проект, со временем цены будут нормализоваться и следовательно в долларах вы вырастите. Да, и все в надежде на бычий рынок в криптовалюте, что в скором времени начнется бычий рост на крипторынке. И поэтому, если мы рассматриваем вложения в эфириуме, то эфир, цена карт будет, конечно же, маневрировать, но на нем сильно не заработать. А вот как раз-таки в долларе очень можно хорошо заработать, ну или же просто купить тот же самый эфир и ждать бычьего рынка. Ну а если бычьего рынка не будет, то вложение в карты, это будет оптимальным решением. Второй способ заработка, о котором я, в принципе, говорю каждое свое видео, про то, как можно заработать на платформе, это заработок на травмированных игроках. Если игрок травмирован и он выбыл там на полгода на год, то сейчас самое время его покупать, потому что и так играющие игроки падают в цене. А если он получил там, не знаю, разрыв крестообразной связки, то у него цена вообще становится мизерной даже в долларе и даже в эфириуме. Поэтому стоит их брать, стоит их держать, потому что как только цена нормализуется, он сразу же вырастет в цене. Такой щедрой акции еще не было с момента последнего бычьего рынка в криптовалюте. Третий вариант, который сейчас он 100% появился, это заработок своими составами на трэш-холдах. То есть сейчас нужно бегом идти покупать команды 6, 7 и 8 игроков, чтобы они могли играть в дивизионе КАЭП-240 и зарабатывать вам трэш-холды. Если вы готовы потратить небольшую сумму, то покупайте желтые, если больше, красные, синие, черные. Все, на что вам хватает вашего кошелька. Потому что во всех дивизионах теперь есть трэш-холд. Сейчас эфир находится на дне. Призы мы получаем на минуточку в эфире, а зарабатываем мы доллары. То есть у нас курс привязан 2,5 тысячи долларов за один эфир. И поэтому мы должны сейчас копить эфир. Если будет бычий рынок, вы можете моментально взлететь вверх. То есть заработать 5, 50, 100 и 250 долларов соответственно по своим дивизионам. Про трэш-холд, кстати, я говорил в шорцах. Поэтому если вы мои шорцы не смотрите, то советую к ним внимательнее присмотреться. Ну а так команда из желтых карт для трэш-холдов будет стоить там 60-80 долларов. А это окупаемость на минуточку 12-14 игровых недель, когда вы попадаете в призы. Если вы соберете хорошую команду, будете правильно ротировать, то 20 игровых недель это максимум вам для окупаемости. То же самое и в красных, только там стоимость будет примерно 600-700 долларов. Если мы говорим про синие, то там примерно 1,5-2, 2,5 тысячи долларов. Ну а если про черные, то здесь гуляй рванино. То есть можно потратить и 5 тысяч долларов, можно потратить и 10 тысяч долларов, а можно потратить и тысячу долларов. Все зависит от того, как вам повезет. Потому что черные карты очень тяжело найти дешево на рынке, чтобы менеджеры захотели их продать и не захотят их использовать. Также, как никогда актуально, четвертая схема – это переходы молодых игроков. То есть вы покупаете молодого игрока, который в будущем будет играть. То есть он сейчас сидит на скамейке, выпускается на пару-тройку минут. Как пример Джамал Мусиалу в прошлом году. И в следующем, год-два, может три подождать, и тогда этот игрок начнет играть. Как пример я еще раз привожу Джамал Мусиала с Джут Биллингем, которые до этого сидели на скамейке, потом стали играть, и их цена неимоверно начала расти. Такие махинации можете провернуть с молодыми игроками, найти новых, открыть молодых талантливых звезд, и, возможно, вам улыбнется удача, и вы сможете сделать 10, 15, а то и 20 иксов просто на одном игроке. Но таких игроков на самом деле мало. Больше будет сделать там полтора-два икса на молодом игроке, который начнет играть, ну, либо же его начать использовать в дивизионе U23. Все зависит от ваших потребностей и от ваших игровых навыков и предпочтений. Пятое также актуально, но, возможно, уже видео поздно, но у нас есть также и МЛС, трансферный рынок открыт, и будут еще трансферные рынки открыты, такие как Бразилия, Аргентина, поэтому заработок на трансферных рынках даже летом, а вернее, очень классно будет работать летом. Почему? Да, потому что заканчиваются у многих игроков контракты, уже известно, что они их продлевать не будут, они могут уйти на скамейку запасных, или же они уже совершили переход, цена их падает, вы их покупаете, цена вырастает. В принципе, просто, а главное попасть в нужные лиги. Допустим, если вы рассматриваете игроков, которые переходят из чемпионата Турции в, не знаю, там, в чемпионат Англии АПЛ, то такой игрок вряд ли будет стоить дороже, потому что он там не будет столько скорить. Ну, а если наоборот, из АПЛ или Ла Лиги игрок переходит в турецкую лигу, или же R-дивизию голландскую, то тогда стоит рассмотреть обязательно этого игрока, потому что он может принести вам бешеные и большие деньги. Помимо того, то, что вы можете на нем заработать, так вы можете его использовать в дивизионах, и он вам будет приносить неплохие очки. Шестой вид заработка, но о нем я сильно не рассказывал в предыдущих своих видео, но сейчас он как никогда актуален. Это перекупки больших галерей. То есть вы покупаете не по одной, по две карточки сразу на рынке, а сразу целыми галереями, то есть там за 5, за 7, за 8, за 10 эфира. Но, опять-таки, это можно делать, если у вас есть на это бюджет. Сейчас цены падают неуклонительно вниз относительно, они уже начинают потихонечку выравниваться, если мы посмотрим на график падения цен. Поэтому дно либо уже сейчас, либо оно уже прошло. И если вы сейчас выкупите галерею игроков, которые в панике начинают уходить из проекта, и продадите их за ту же даже стоимость, которая сейчас средняя, то вы заработаете, в принципе, неплохо. Потому что сейчас галереи покупают пачками, и цена за оптовую покупку, так называемую, от 20 до 40% сейлс. Так что, пожалуйста, по средней цене 60-80% от SererDate, то, пожалуйста, зарабатывайте, почему бы и нет. То есть, если у вас есть это средство, вы можете как заморозить этих игроков для дальнейшей перепродажи с более большим профитом, ну или же выкупить сейчас и продать. Также Data не очень хорошо работает в плане средней цены. То есть, есть игроки, которые давно уже не выпускались на аукционах, и цена их может быть на самом деле, не знаю, 0.1 эфира, или же там 100 долларов, допустим. А кто-то продал, не знаю, по какой-то по той или иной причине, может ошибся, продал Белоне, либо же по какой-то причине он скинул другу по дешевке, и получается у него последняя транзакция, допустим, за 0.03 или за 30 долларов. То есть, практически 70% скидка. И дата будет вам считать как раз-таки цену среднюю. 130, если за 2, то это получается 65 долларов. У вас будет стоимость игрока средняя, хотя его реальная стоимость там, допустим, 0.1 или же 100 долларов. А так будет 0.65 эфира стоить средняя цена. И еще от этого вы делаете скидку 20%, и того вы получаете там за пол стоимости реального игрока. Так что присмотритесь к этой тактике, она как никогда актуальна. Так что, если вы вдруг думаете бежать из Сорер, спасать свои деньги, у вас есть я. Пишите мне в Телеграм, я обязательно рассмотрю покупку вашей галереи. Седьмая тактика – это выкуп дорогих футболистов. До этого Сорер продавала за 100 тысяч, за 200 тысяч уникальные карты сейчас. Цена, так как медвежий рынок, начала падать. Плюс после обновления ценники на топовых игроков стали идти там вниз. Допустим, Джамал Муссиала, который у меня до этого стоил 3 эфира, он начал стоить чуть меньше эфира или чуть больше эфира. Естественно, Сорер – это невыгодно, потому что основной доход они как раз получают на таких игроках. Им интереснее продать Джамал Муссиалу за 4-5 тысяч долларов, или же там продать Александра Ерохина, который сидит на скамейке там за 10 долларов. Естественно, чем больше Джамал Муссиал, чем больше Лионель Месси стоит, тем больше будет доход платформы. Ну, ни один хороший и грамотный разработчик не будет себе стрелять в ногу и занижать цены на дорогие карты. Поэтому сейчас Сорер максимально стремится увеличить также обратно. Ценность и стоимость сильных карт уже добавили в дивизионы All-Star трэш-холды за 100 мест. Да, там где-то за 35 мест, за 10. Ну, более подробно вы можете почитать у меня в Телеграм-канале, я писал там пороги. То есть там можно тоже заработать. То есть сейчас Сорер как раз сказала, ребятушки, покупаем дорогих игроков. И они будут дальше продолжать делать так, чтобы цены на них росли. Потому что, не знаю, может будут создавать искусственный спрос. Могут что-то делать, но в любом случае они хотят и нуждаются в том, чтобы дорогие игроки крутые стоили дорого. Возможно, желтые они чуть-чуть приглушат или оставят так же. Но все равно, если желтые не растут, топы, значит и красные, и синие, и черные не будут расти. Поэтому топовых игроков им нужно наоборот максимально сильно продвигать, чтобы на них зарабатывать. А сейчас цена минимальная. Поэтому я бы рассмотрел рисковый вариант закупиться топами и потом продать их. Потому что Сорер будет набирать обороты именно в этом направлении. Восьмая тактика, которую я вывел в отдельную группу, наверное, это игроки вечной аренды. Есть такие игроки, как, например, Жунарсон. Это голкипер Мансити, который катается по арендам. Ну и много есть игроков, которые вечно катаются по арендам, но своему клубу, в котором у них контракт, они не нужны. Поэтому он катается по арендам. Таких ребят можно сейчас выцепить. Есть клубы, где арендованные игроки играют плохо. Но если у него контракт, допустим, с тем же Манчестер, Сити, Челси, Арсеналом, очень много клубов ИПЛ такой ерундой на самом деле занимаются, то можно купить этих игроков в надежде, что они перейдут в хороший чемпионат именно по скорингу и начнут приносить нам много-много-много очков. Девятая тактика. А это предпоследнее, что я смог вынести в отдельную категорию. Это игроки, которые уехали в другие лиги и Красный Крест. То есть они не покрываются оптой. То есть это провайдер данных СОРР, опт Спортс. И она не покрывает некоторые лиги. Такие, как, например, чемпионат Чехии, чемпионат Греции, чемпионат Африки какой-нибудь. Там чемпионат ЮАР или Мозамбика. Если ваш игрок, у него там от 22 до 25 лет, он где-то плюс-минус адекватно поиграл уже, есть у него результаты, и вдруг он уехал в непокрываемую лигу. Например, в Грецию играть или же, не знаю, в аренду в Азию куда-то, где непокрываемая лига. Или у него появился Синий Крест, то стоит этих ребят покупать. Почему? Да потому что, возможно, когда-то ведут эту лигу, опт начнет там считать, как, например, Саудовская Аравия или же, как, например, Швеция, Норвегия. То есть до этого люди покупали себе игроков из этих чемпионатов. Данию ввели, Швецию ввели, Норвегию ввели. Все, теперь эти чемпионаты считаются, и все довольные менеджеры писаются кипятком. Потому что смогли заработать там 10, 20, 30 иксов. То сейчас, в принципе, такой же остается результат. Но лиг, который покрывается оптой, становится все меньше. Которого не считается в Сорер. Но также есть ход конем, когда игрок уезжает в тот же чемпионат Греции. Да, не покрывается сейчас оптой чемпионат Греции. Но этот игрок может через два года, а может через год, как Марселу, например, вообще через полгода взять и уехать в покрываемую лигу. Итого, все начинают скидывать игрока, который ушел в чемпионат Греции. Вы его покупаете такие. Ну, давайте посмотрим. И через полгода, как Марсела, или же даже чуть попозже, вы находитесь реально в дамках. Потому что у вас есть игрок, который до этого стоил копейки. А сейчас он играющий и может стоить дороже. Но не нужно уходить за порог там 27-28 лет. Потому что если этот игрок уехал, так скажем, в старости, в 32-33, есть, конечно, исключение, кто возвращается. Но в основном оттуда не возвращаются. Они доигрывают, зарабатывают деньги на пенсию себе. Ну и 10-й, самый банальный способ, это закупаться сильными игроками, которые в дальнейшем либо будут перспективнее, да, сильнее, либо же они сейчас начинают играть и там средненькие играют, либо же они играют хорошо. Почему? Да потому что сейчас очень низкий ценник на них. Если это не дно, то оно будет довольно-таки скоро. Поэтому, когда мы можем закупиться на дне, это всегда выгодно. Потому что через 2-3 месяца мы не знаем, что будет с проектом, будет ли стоимость такая же. Но по статистике, как показывает динамика до этого, кризис заканчивается в апреле. В мае, конечно, могут быть какие-то сподвижки изменения, но как начнется бычий рынок в криптовалюте, сразу начнется бычий рынок и в Сорер. Поэтому точно можно покупать уже начинать сейчас, когда он будет неизвестно. Но могу сказать одно, что если не будет бычьего рынка, то может именно бычий рынок начаться в Сорер. То есть придет новый поток менеджеров, ведутся какие-то новые дополнительные правила, ведутся новые дополнительные турниры, чтобы людей агитировать на эти турниры и стоимость карт как-то подвязывалась еще сильнее. И тогда карты, которые сейчас стоят на дне, будут стоить дороже. Поэтому обязательно присмотрите себе одну из моих 10 подборок, как вы можете зарабатывать в Сорер и зарабатывайте себе на будущее. Ну а с вами был Байл. Надеюсь, это видео было полезно, поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, не забудьте про мой телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok